Значит, рекламируемся по шести регионам, по горячим ключам выдача очень маленькая, поэтому объединены в одной рекламной кампании ключи горячие и более широкие. Клики есть немного, конверсия всего одна была. С сайтом беда там, это точно, сейчас покажем. RSI была, говорит заказчик ранее, кто-то другой настраивал, говорит, не сработало. Там вроде как здесь RSI-шки есть, в самом директ-командоре, по крайней мере, их видно, тоже посмотрим. Поэтому и поиск решили настроить, процент отказов держится так. Уже стали отключать ключи, по которым много кликов и большой процент отказов. Но, кстати, конверсия была именно по широкому ключу и горячим что-то вообще никак. По горячим что-то вообще никак. И, соответственно, ключи уже объединены в группу, у которых статус мало показов был. Это все, что мне написали, поэтому я включаю демонстрацию экрана. Так, так, должно было начаться. Так, надеюсь, никого в глаза не вытекут. У меня почему-то в хроме в инкогнито не открывается, поэтому я через Explorer зашел во всю эту историю. У меня там не открывается, потому что номер телефона запрашивает, а с этим там проблема. Так, Костя, скажи, пожалуйста, или показывается, или норм? Ну, показывается, да, загружается что-то. Я просто, мне аж страшно, что ты в интернет-экспорере решишь. Так, я так понимаю, что у нас вот эта поисковая кампания как раз-таки, и этот ретаргетик. Я здесь метрики понаоткрывал. По метрике могу... Сейчас сайт покажу. Сначала сразу метрику открою, где там что-то более общее где-то было у нас. Ну, ладно, даже здесь видно. 13 секунд, 16 секунд, 12 секунд. Ну, с очень большой вероятностью процентов 90 виноват сайт. Почему? Потому что сайт вот такой. Качественный сервис, волюмопента, выезжаем к клиенту. Первая презентация бесплатная, куча текста, которые никто никогда не читает. Запчасти, сервис, цен, ничего нет. Вообще ничего нет, по сути. И зачем ты e-mail, спрашиваете? Ну, типа, ладно, с именем я согласен, но e-mail нет. И прошу, если будете мне сейчас личку писать, лучше пишите на эту стенку, потому что я личку сейчас уже не буду открывать, ну, палить лишний раз. Лучше писать на стену трансляции. Так что вот, сайт явно стоит, ну, как-то это самое, что-то с ним придумать. А на какие-то лица реклама идет, вот что мне еще интересно. Сейчас я посмотрю сразу. Вер, там меня слышно, нормально все? Ну, сейчас слышно, да. Или не слышно? Или слышно. Ну, когда ты сказал или слышно, слышно, а если что-то до этого говорил, то нет. Нет, я молчал. Хорошо. Так, ну, у нас идет на главную страницу, окей. Ну, давайте поключим, посмотрим. Что-то даже, честно говоря, не знаю. Так, ну, я, в принципе, понимаю, почему вы так сделали объявление, окей. Значит, фразы. Мало, как бы, хочется расширить, но что-то, не знаю. Смотри, Альберт, там как раз Ирина пишет, что это РСЯ на гиперлокальный таргетинг, она, короче, просто они тестили гиперлокальный таргетинг. Вот, по поводу, там есть ключи про запчасти, к примеру, то идут на разделы по запчастям. То есть там все по группам, сгруппировано, как я понимаю. Все, я понял. Сейчас я проверю. А, ну, оно, видимо, через каталог уходит. Ну, давайте посмотрим. Так, так, так. Ага. Ну, я понял. Поле подробно можно ознакомиться здесь. Ага. Ну, что-то не знаю даже. На самом деле на сайте просто надо формы поправить, что-то в порядок его привести. И, мне кажется, у вас уже проблемы иссякнут. Я даже согласен, наверное, с такими вот запросами, если запросов действительно очень мало. То есть, ну, даже если мы можем посмотреть по Wordstat, он сейчас с меня ругаться, наверное, будет, да? Так, а у вас регионы какие стоят, получается? Перм, Башкирия, Удмуртия, Свердловская. Короче, Урал. Урал, да. Да. Рассказывая словами. Но он такой Урал, он разбитый же, получается. Вот так. Нет, в Урале, что ты там ищешь-то, а Удмуртия? Нет, нет, да. Там же Удмуртия у нас, получается, вон Башкирия, Пермь. А нет, Удмуртия. А, нет, Удмуртия. Вопрос главный, то есть, если вы хотите получить просто большее количество заявок, то надо просто регионы расширять. То есть, вариантов будет мало, если именно только в этом вопрос. Если заявок вообще катастрофически мало, а люди приходят, то, ну, вот, да, в принципе, что и требовалось доказать. Вот, а если заявок катастрофически мало приходит, вообще, допустим, ноль, ну, тогда, ну, вот, 55, сколько там, 257, да, показов? Мало очень приходит. А визитов много? Визитов много, то есть, для такого количества трафика по Вольво Пента, ну, то есть, если там есть, конечно, что-то другое, еще дополнительное, что посмотрим. А, ну, здесь вообще больше запросов тоже есть. Запчасти для дизельных генераторов, обслуживаемых дизель-генераторов. Здесь тоже, опять-таки, как-то идут узко очень, на самом деле. Если это именно по Воль, только Вольво Пента, как бы, наверное, нет, вообще, наверное, можно такие ключи использовать, просто как-то, не знаю, здесь, мне кажется, все-таки проблема больше в сайте. На дизель-генераторный, а вот это у Вольво Пента, это дизель-генераторная установка, судя по картинке, ну, вот, на заднем плане, ну, то, что вижу я, как я понимаю, ну, просто я смотрю чуть ниже, вот, если посмотреть, видишь, там есть трактор, JCB, и какой-то, да, какой-то сельхозтехника, наверное, я не знаю, что это, луноход, короче говоря, вот, и вон даже лодка есть, то есть, соответственно, наверняка есть еще какие-то дополнительные ключи, связанные просто с вот этими тракторами и так далее, то есть, ремонт двигателя, там, JCB какого-нибудь и так далее. А, ну, вот оно что. Вольво Пент, я не сомневаюсь, потому что людей, которые спрашивают именно Вольво Пента, их 250, там, 6 человек, условно, в месяц, количество показов у вас, условно, 100, переходов 3-5, ну, то есть, совсем мало. Я бы просто лучше добавил все-таки ключи с, ну, какой-то техникой, релевантные. Ну, здесь есть судовое, они есть, судовые двигатели, ну, я прям вот, а, лодочный, судовой что-нибудь? Отвечу Ирине, тут еще одна вопрос задала, понимаете, одна и та же компания, например, Катерпиллер, может установить на технику двигатель Вольво Пента, а может и нет. Я понял, но, соответственно, даже если это один и тот же модельный, там, трактор, я не знаю, какой-нибудь, я понял, даже если на один и тот же двигатель, лучше показать рекламу человеку с трактором, там, ремонт, или ремонт двигателя, там, Катерпиллер, да, какого-то, там, условно, экскаватора, да, там был у вас, не помню, колесный он там был или какой. Лучше показать рекламу и протестировать этот ключ и посмотреть, будет ли оттуда конверсия, нежели чем использовать, ну, только вот такие вот ключи. Это 100%, потому что у вас трафика просто катастрофически не хватает, а набор в РСЯ новых ключей, просто если вы ставки будете еще поднимать выше, просто пойдет поведенческий таргетинг, и вы будете показываться всем людям, которые просто что-то про боли вас спрашивали. Хотят Volvo CX, там, 90, например, смотрят, да, какую-нибудь машину, и ваша реклама тоже будет там показываться. Короче, это не выход, а лучше просто взять вот такие вот ключи, более релевантные, горячие, и по ним порекламироваться. Ну, опишу, обслуживание судовых двигателей вполне может подойти, более чем даже. Если честно, если честно, у меня главный вопрос обслуживанию судовых двигателей в Перми, ну, это такое себе, уже очень странно. В Екатеринбурге, ну, то есть, где вы там собираетесь двигатель доставать? Ну, то есть, если есть города условно, да, там, под Уфой, там, еще что-то, где две реки судоходные прям серьезные. Не помню, что в Перми было что-то прям жестко судоходное. Ну, то есть, судовые двигатели, я думаю, на Урале это такое, редкий, залетный. А вот как раз по поводу дизель-генераторов установок, раз уж вы их используете, двигатели в дизель-генераторных установках, то почему бы и экскаватор не попользовать? Попробуйте все-таки в первую очередь с сайтом что-то придумать, но именно, знаете, там, показать, что мы ремонтируем вот это, вот это, вот это, ну, как бы вот так блоками прямо написать, там, какие цены, может, что-нибудь такое. Ну, естественно, что это, что это, Вольво, Пенто, как говорится. Нет, ну, господин кем прислал картинку как раз, что 500, там, с копейками запросов по всей России по двигателю Вольво, Пенто, причем там есть еще, если открыть, там, и купить, и все остальное, поэтому. Ну, это точно надо вшире расходиться и смотреть. У меня 4100 по запросу Вольво, Пенто. Ну, это ты просто Вольво, Пенто, а двигатель Вольво, Пенто. А, ну, это да. Ну, это просто самое правильное решение. Я вот его вот так вижу, я боюсь, что он самый единственный верный, и больше ничего нет. Все вопросы именно в этом стоят. Ну, мне нечего добавить больше, честно. Ну, я, с своей стороны, могу только одно сказать, если там поиск... РСЯ, как я понимаю, в такой форме, в такой формовке нет, то есть там только РСЯ использовал без ключей, да, РСЯ было? Да, тут надо смотреть, тут что-то полно всяких ложек, я их не подгружал просто, не знаю. Могу подгрузить? Ну, соответственно, нет, я просто тогда так отвечу, что в РСЯ можно также использовать ключи, в принципе. Просто вот здесь вот антифриз, Вольво, Пенто, о, господи, боже мой. Гидроцилиндр, о, наши любимые гидроцилиндры, запчасти ДГУ. Ну, сюда точно надо просто немножко расширить ключи и докинуть, сделать РСЯшку по 5 рублей и, в принципе, радоваться жизни. Ну, надо понимать, что сама тема очень узкая и пытаться выдавить из нее, там, полторы тысячи продаж в месяц в Урал, вот такая вся история. Не могут все экскаваторы сразу сломаться. Была, говорит, не сработала? Надо смотреть, все так говорят, типа, не работает, но надо посмотреть, что внутри на самом деле. Так, ну что? А, ну, видимо, вот это, кстати. Ну, наверное, все, да, сейчас еще РСЯшку могу глянуть, конечно. Что тут как было? Ну, вот, кстати, тоже господин Кем Кем, я с ним соглашусь, не заморачивайтесь над сайтами, максимум, что вы сможете сделать, это посочувствуйте. Это тоже правда, на самом деле. Ну, просто она очень узкая тематика, и человеку очень нужно, он в любом случае просто возьмет и звонит, даже если там сайт ужасный или страшный. Ну, как странная РСЯ, на самом деле. Так она выглядела, если что. И вот так. То есть, не знаю, что бы это значило. Ладно, короче, надеюсь, мы ответили на вопросы. Друзья, спасибо, что смотрите мои видео. Если вам понравилось видео, обязательно подпишитесь на канал. И нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Спасибо вам огромное. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok